Сегодня у меня совершенно замечательный, интереснейший гость Михаил Лайтман, доктор, профессор, раввин, каббалист, философ. Михаил Лайтман родился в Витебске в 1946 году. В 1964-м поступил в Ленинградский электротехнический институт ЛЭТИ. В Ленинграде его еще называли Ленинградский эстрадно-танцевальный институт. В 1974-м переехал в Израиль со специальностью инженер-электрик. В 1979-м стал учеником каббалиста Баруха Ашлага. А уже в 1997-м создал свой собственный некоммерческий фонд Бней Барух, то есть Дети Баруха, превратившийся в Международную академию каббалы, которой он и руководит. С 2005-го года он член Всемирного совета мудрецов, и мы у него выясним, что это такое. Он живет в Израиле, женат, имеет троих детей. Добрый день, доктор Лайтман. Добрый день всем. Спасибо, что нашли время. Я знаю, что оно у вас в достаточной степени ограничено. Вы уезжали в 1974-м году из Ленинграда? Нет, из Витебска. Я из Ленинграда переехал в Витебск, это мой родной город. Из Витебска переехал в Вильнюс. И из Вильнюса уже ехал, был в отказе. И уже из Вильнюса уехал в Израиль. То есть вы в 1974-м уехали, уже успев побыть в отказе? Как это так? Когда там, как это все произошло? Это все началось где-то в 1970-м году. Понятно. И в 1974-м я удачно уехал. В каком месяце 1974-го года вы уехали? У меня есть резон спрашивать этот вопрос. В августе. В августе. Я уехал впервые в вас, я уехал в марте. А куда вас определили жить? В каком городе? Мы доехали до Вены. Жили в Вене неделю, знаете, тогда это было все. Улетели в Израиль, ждали неделю, пока укопывался самолет. Потому что со всего поезда только две семьи вообще на Израиль были нацелены. Вы тоже это знаете. И были в Хайфе в Ульпане. Изучали иврит. В каком Ульпане вы были в Хайфе? Мы с вами вместе были в Ульпане. В каком? Малон Кармелия. Мы с вами вместе жили в одном месте просто. Вот, может, правда, я, наверное, в августе как раз из него выехал. Вы на мое место въехали. Я извиняюсь. Нет, наоборот. Велкам. Вернее, Брухима Боим. Скажите, пожалуйста, а вы до того занимались кабалой? Нет, никогда. Ивритом занимался, кабалой нет. Вообще не знал. А все надугу выходили в Ленинграде, в Витебске? Ни в коем случае. Ели кошерную пищу, отмечали праздники? Не дай бог. А сейчас? Сейчас, в общем-то, да. Что вас привело в кабалу? Что случилось? Почему это произошло и как? Но самое это смешное, что я тоже пошел учиться в институт кабалы в Хайфе. Нет, я не был в этих местах. Я не в этих местах не был. К кабале я вообще и не тянулся, и не знал, что это такое. Меня интересовал просто вопрос о смысле жизни, причем очень серьезно. Поэтому я поступил в ЛЭТИ, в этот институт. Ленинградский эстрадо-танцевальный институт. Да. На факультет вычислительной техники. Ага. И... Да, у вас специально написано, что вы инженер электрики, а поэтому так и... Да, это общий диплом выдавался общим таким именем. Закончил я его по специальности биологическая медицинская кибернетика. Ох, как интересно. Да. Я перешел оттуда уже на другую специальность. Мне очень хотелось все-таки узнать, как устроен организм человека, потому что это самая сложная система в природе. И через нее уже, если и есть какие-то выходы на какие-то другие уровни высшего сознания и так далее. Но не мистики, ни в коем случае. Я очень такой серьезный, абсолютно сухой, можно сказать, ученый. Вот я учился там, делал работу в военно-медицинской академии, в институте переливания крови. И, в общем, были такие замашки серьезные, но потом подкатилось все к отъезду. Потому что, вы знаете... Ну, понятно, да. И когда я приехал в Израиль, совершенно не знал, что такое Кабыла, ничего. Я пошел работать в армию. Отработал четыре года в армии. На электронике. На ремонту самолетов. Истребителей. И потом... Что вас привело в Кабалу? Что случилось? В Кабалу я просто интересовался, как же я бы продолжил свои искания. И совершенно случайно обнаружил в Тель-Авиве, наверное, тот же кружок, что и вы в Хайфе нашли. Берга. Я зашел к ним, купил все книжки. Книжки у них настоящие были в то время, не знаю, как сегодня. Но оригинальные. То есть, и Зор, сочинение Баля Сулама, Арии и так далее. Да, самое интересное, что купил там это Согар, да. Вот. Но, послушав лекцию, я сразу же перестал вообще ими интересоваться, потому что увидел, что это на симпатичных молодых девушек рассчитано. Но ни в коем случае не на серьезных мужчин. Извиняюсь, что я так говорю. Не, нормально, но это приблизительно, я не так формулировал, но это приблизительно то, из-за чего я сходил четыре раза, потом решил не ходить дальше. Да. Я решил, что нас просто не допускают до какого-то нормального уровня, а на этом меня не интересует. Да, все понятно. Ну и начал искать. Нашел в итоге в Бнебраке, вы знаете, что это за город, религиозный город. Я стал интересоваться религией, думал, что все-таки там, потому что мне говорили, что все в религии находятся, все твои вопросы и ответы. Поехал в Бнебрак и по счастливой случайности действительно нашел своего учителя. И занимался у него где-то с 79-го, с 80-го года по 91-й. Он скончался у меня на руках. Ну и я начал, я поначалу ничего не делал. У меня в Канаде скончался отец, так что я был занят этим. И затем меня пригласили на радио выступать. Так. Да, так, так. И сегодня тоже, да. Да. И вот радио такое полурелигиозное. Ну оно не полу, а оно на самом деле религиозное, но такое на русском языке. Так. И я там рассказывал о Кабале. Они позволили мне это делать. В итоге моих этих выступлений по радио, это были беседы каждую пятницу по часу. Ко мне начали приходить люди. Я все-таки под их давлением открыл кружок, что называется. То есть они ко мне приходили поначалу домой, и я с ними занимался, но по первоисточникам. Ни в коем случае ничего нового и ничего от себя. В итоге организовалась группа, мы сняли потом помещение. Эта группа разрослась, мы переехали еще в другой даже город, чтобы снять еще больше помещения, уйти подальше от ортодоксальных евреев, которые не очень уважают Кабалу. Каким-то образом оно отличается от ортодоксального еврейского, скажем, направления в философии, в ощущении. Кабала? Что такое Кабала? Что такое Кабала? Почему вдруг Кабала, а не, скажем, ортодоксальное иудейство? Нет, ортодоксальное иудейство обучает вас, как выполнять заповеди. Как молиться, как выбирать кошерную пищу и прочее. То есть она занимается вашим обиходом. А Кабала этим вообще не занимается. Она занимается вашими мыслями, что называется, вашей душой. То есть она рассказывает... Что такое Кабала? Давайте объясним мне и людям, что такое Кабала. Кабала – это наука о правильном получении высшей информации. Окей. А чем Кабала актуальна сегодня? Она как-то актуальна всегда, потому что она рассказывает вам, как вы можете соединиться, подключиться к той информации, которая существует вокруг нас. Это огромное поле информации. Вы можете подключиться к нему и впитывать от него все, что вы способны. Это чем-то отличается от спиритуалистического сеанса? Абсолютно. Абсолютно всем отличается, потому что это наука. Абсолютно наука. Четкая, жесткая, сухая, которая просто настраивает человека. Говорит, как человеку настроиться своими мыслями, то есть разумом и своими чувствами, сердцем, настроится на то, чтобы воспринимать эту высшую информацию. И человек, когда настраивается, он начинает ощущать, что он действительно существует в определенном поле. И это поле окутывает весь наш мир, всех нас, руководит нами, и мы можем, в свою очередь, входить с ним в такие двусторонние отношения. Окей. Тогда у меня такой сакраментально-кардинальный вопрос. А чем это нам, евреям, хорошо? Хорошего в этом мало. Окей. Так. Ну вот, например, я получил знание о том, как построить ракету, чтобы она летала. Но мне это на черта не нужно, потому что я занимаюсь чем-то совершенно другим. Зачем мне это знание? Нет, вы не получите знание о том, как строить ракету. Вы получите... Да, нет, я говорю, я имею в виду, я не из Кабалы, я просто выучился строить ракету, я выучился Кабале, а мне это ни зачем не нужно. Зачем я буду это использовать? Зачем мне это учить? Я не могу это применить. Оказывается, что Кабала, на самом деле, это самое востребованное и нужное человеку знание. Почему? Потому что оно рассказывает о том, как возникли высшие миры, как возник наш мир, каким образом мы все развились, достигли настоящего состояния, каким образом мы дальше должны развиваться, какой конец у всего существующего, если он существует, этот конец, что это за высшая сила природы, которая управляет нами. можем называть ее Бог, Творец, как угодно, но, в принципе, мы же находимся в каком-то объеме, который нами управляет. Мы же не знаем, что будет в следующий момент, а существует четкий закон природы, детерминизм и так далее. То есть, в общем, Кабала рассказывает нам о всей системе управления. Поэтому я как, можно сказать, в какой-то мере специалист по кибернетике, вычислительной технике, по системам управления, я сразу же начал быстро-быстро ее штурмовать и получил оттуда огромное количество очень интересных сведений. Окей. Ну, для тех людей, которые, скажем, как вы и я, интересуемся вот обучением, просто потому, что вот процесс обучения нравится, во-первых, а во-вторых, нравится узнавать новое, понятно. А можете дать примеры того, как Кабала помогает, ну вот просто помогает, чем-то помогла людям сегодня? Вот я знаю, что вы руководите центром изучения Кабалы. Через вас сейчас радио времен прошли, я так понимаю, сотни, если не тысячи людей. Какие-то примеры есть того, что вот что-то произошло, происходило с человеком, что помогло ему в его жизни из-за Кабалы, из-за изучения Кабалы, понимания Кабала и прочее? Дело в том, что в наше время человечество находится в таком состоянии, когда Кабала именно раскрывается. Ну, настоящие Кабала, они не такие всевозможные методики, теории, которые вообще не находятся в книгах настоящих, отентных. Окей. так вот, дело в том, что мы все ближе и ближе приближаемся к системе управления, которая все более жестко и жестко в соответствии с нашим развитием нами управляет. Знаете, как ребенок, который растет, от него требуется все больше и больше включаться в какой-то процесс жизни и так далее. Так вот, человечество находится на таком этапе развития сегодня, когда ему необходимо знать вообще, как оно существует, для чего, для какой цели, к чему развивается и так далее. Поэтому Кабала раскрывается в нашем поколении, и она становится насущно необходимой. Окей. Я еще поспрашиваю кое-что в эту сторону, потом попозже. Но, так сказать, сначала, что такое Всемирный Совет Мудрецов? Он очень напоминает по названию Заговор Сионских Мудрецов, который в этом царской охране. Да, это абсолютно не Сионские Мудрецы, это организованный в свое время профессором Ласло организация. Он в свое время участвовал долгое время в Римском Клубе, так сказать, всем известном. А затем он ушел оттуда и организовал вот этот вот Совет Мудрецов. Туда входили, я не знаю, я уже давно в нем не участвую в свое время, но туда входили многие политические деятели, ученые, общественные деятели, включая, допустим, Горбачева, Джейн Гуда. А, то есть это не только еврейские, это не только Кабалай. Нет, нет, там евреев практически не было. Там сам Ласло еврей и я, вдруг больше евреев не было. Понятно. Вот. Так какие же это мудрецы, если там евреев не было? Посмотрите, на евреи получили 25 или 26 процентов всех Нобелевских премий. Ну, должно было быть, наверное, 25 процентов евреев в этом совете. Плохой совет, я думаю. Да, он, кстати говоря, совет не очень хороший, но он специально так его подбирал для того, чтобы попытаться повлиять. Понимаете? Да, идею я прекрасно понимаю. А туда Далай-Лама, в общем, очень многие выдающиеся ученые, профессора. Из России был, по-моему, только один Горбачев. Вот интересно, что, при том, что как бы идея, идея очень интересная, так сказать, собрать людей, которые могут потом оказывать влияние на там свои какие-то общества, народы там и тому подобное, да? Но почему-то мы о нем, вот я честно впервые в жизни услышал о нем, потому что прочел, что мы его чли. Это просто была хорошая его задумка, но не более того. Не воплотилось это все в итоге в жизнь, но так где-то там записано у меня в прошлом, ну так это и висит. Я искренне вам завидую, а попасть в Всемирный Совет Мудрецов это не слабо. Должен похвастаться тоже, что я был членом ЦК партии, причем заведовал отделом пропаганды. Правда, ЦК партии либертарианской. Ясно. Но вот такой у меня тоже эпизод был в жизни. Скажите, пожалуйста, вот я так когда-то просматривал всякие материалы с вами связанные, то выскочила, скажем, такая штука в ответ на реплику Проханова. Вы советский раввин, Михаил. Значит, вы ответили, я не раввин абсолютно, нет-нет, ну что вы, я абсолютный безбожник. А что вы имели в виду, сказав, что вы безбожник? Ну, Проханов, он вообще известен как особая личность такая, понятно. Да, Вот. Я разговаривал еще не только с ним, я был у Кургиняна в Москве, навещал его, и вообще со многими такими знаменитыми учеными антисемитами. Да, да. Вот. Что значит, что я безбожник? Ну, потому что в том смысле, в котором люди понимают верующего человека, то я не верующий человек. Да, понятно, да. Я, собственно, так и предполагал, просто мне было интересно, что я. Ну, я скажу так, мне кажется, что вы романтик и оптимист. Ну, слушайте, говорится о том, что вообще Каббала должна открыться всему миру, что евреи являются всего лишь переносчиками этого учения на весь мир. И поэтому, и потому как мы этого не выполняем и не раскрываем перед миром эту науку, в принципе, средство обретения счастья, понимания того, где мы живем, раскрытие высшего мира, высшей системы управления. Поскольку мы этого не делаем, то, в принципе, в этом заключается корень источника антисемитизма. За это нас ненавидят. – Ну, окей. Я думаю, что вы продумывали этот вопрос и поэтому даете вывод, так как у меня отсутствует продумывание посредине, это мне вывод странен, но я имею в виду, за это слово «это» нас ненавидят. – Я могу пояснить? – Что-то бывает? – Да. – Прошу прощения, я вас прервал, вы хотели что-то сказать. – Я могу пояснить? – Да, пожалуйста. – Если вы хотите. Дело в том, что вы, наверное, и читали, я писал об этом не раз, что Каббала, она восходит к древнему Вавилону. В древнем Вавилоне было где-то три с половиной тысячи лет назад кризис. Жил там Авраам, их духовный предводитель, вместе с ним родом, их царем, и вдруг вавилонский народ, представляющий собой такое вавилонское столпотворение, то есть много-много-много маленьких народов, которые затем, как описывает Иосиф Лави, расселились по всему миру. Так вот, в этом Вавилоне вдруг началась проблема. Люди стали ненавидеть друг друга. Пошло все в разнос. Что-то напоминает мне одну страну, в которой я не проживаю в последнее время. Да, да. Дело в том, что эту проблему взялся исследовать Авраам, потому что он был их духовным руководителем, вавилонян, жрецом. Как пишется в Торе, он изготавливал статуэтки всякие, продавал их и так далее. Я никогда не задумывался, что он жрец был. Окей. Да, да. Он идлопоклонник, как и все вавилоняне. И он исследовал этот феномен и обнаружил, что это происходит, потому что вдруг возрос эгоизм в его народе. И исследуя дальше, он понял, что эгоизм возрастает для того, чтобы вынудить людей подняться над ним. Не подчиняться этому эгоизму, а подняться над ним и достичь объединения, которое у них было до этого эгоистического рывка. И если они поднимутся над этим возросшим эгоизмом, то они начнут ощущать внутренний спласт природы. Тот, который управляет на самом деле неживой растительной животной природы и человечеством. Авраам это все раскрыл, начал это все пропагандировать там, рассказывать об этом вавилонянам. Начал их собирать. Примкнули к нему, как пишет Рамбам, где-то десятки тысяч людей. В Вавилоне было примерно около трех миллионов человек в то время. И он их увел, как пишется уже в Торе, и увел оттуда в нашу землю, сюда, в сегодняшний Израиль. И они пошли с ним. У него была серьезная мысль, очень простая, создать из этих сливок, которые он снял со всего Вавилона, кто захотел идти с ним, привести их к содружеству, к единству, вплоть до любви, возлюбив ближнего, как самого себя. И он пытался это сделать. Он, а затем его последователи. Ицхак, Яков и так далее. Затем они прошли Египет, и так далее. То есть вся система, которую он раскрыл, он написал книгу, которая называется «Книга создания». И в ней тоже это все описано. Знаете, прошу прощения, к культуризму я подойду, потому что это меня очень заинтересовало, тоже, так сказать, какие-то неожиданные для меня вещи, через минуту. А я хочу как бы немножко подытожить такую, так сказать, первую самую часть нашего разговора. Да. Значит, вот подытожить я имею в виду вот что. Вот есть иудаизм, в котором существует, в общем, так сказать, уже испокон веков, что называется, так сказать, еврей. Сейчас, как и во все времена, происходит, так сказать, убегание евреев, так сказать, смешанные браки, потом люди уходят, либо просто выходят из еврейства и перестаете ощущать евреями, так сказать, туда-сюда, так сказать, их мадает. Но, в принципе, вот эта вот еврейская, как бы, так сказать, религия, которая сплачивает людей. Нет, 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 это не так. Я извиняюсь. Это не так. Еврейский народ пошел от Авраама, от всего того сброда, который он собрал под своим знаменем. Он называется Авраам, прародитель этого народа. В принципе, все, кто к нему пристали, из всех 70 маленьких народов Вавилона, все они стали называться иудим, от слова ихуд, собрание. И стали называться евреями, от слова эвер, переход, из нашего мира в высший мир. назывались Исраэль, от слова ешар кель, то есть прямо направленные к постижению творца. Это совершенно разные люди, не имеющие между собой физически, как сказать, генетически никакой связи. Никакой связи. у них не было... А как же курчавые, бородатые... Это подождите, если вы побудете среди китайцев столько времени, вы станете как китаец. Это уже совсем другое дело, этот феномен совсем другой. Так вот, мы происходим совершенно от разных людей, из древнего Вавилона, и у нас не генетическая связь между собой, а связь, она идеологическая. Мы собрались только по идеологическому признаку. Поэтому религия нас держит вообще вместе. Но в принципе, если без религии, никому мы в принципе не обязаны, и никто не чувствует себя, что мы ненавидуемся народом. Если бы не ненависть к нам всеобщая, которая нас держит вместе, знаете, то мы бы чувствовал пару раз, то, конечно, мы бы абсолютно не принадлежали бы никакому этому еврейству уже давно. Ну, хорошо. Нас с вами уехало в другую сторону, это уже интересно. Но что я хотел сказать? Я хотел сказать следующее на самом деле. Вот существует религиозное единство, которое держит нас вместе, которое учит нас, как жить. то, что вы сказали изначально. И кроме того, есть еще и кабала, которая учит нас как бы вернуться обратно или двигаться в сторону альтруизма, в сторону другого ощущения мира, в сторону отнесись к соседу как к самому себе или даже может быть лучше и т.д. И вот этому и учит нас кабала, и это то, что евреи должны по задумке Всевышнего опять же, мы не знаем, что это такое, бог ли это природа или что-то еще, но что-то, что нас держит, вот по задумке вот этого самого генерального плана мы должны идти, что называется, в народ и в разные народы и учить их переходить от эгоистического состояния в альтруистическое, правильно? Да. Окей, хорошо. Тогда перехожу к следующей, так сказать, планке, к следующей части нашего разговора. Вот как раз вот этот самый Всемирный совет мудрецов, вы там первый раз, если я понимаю, выступали в Токио в 2005 году, и вы сказали, что надо подумать над тем, как отменить все премии, там знаки отличия за все действия человека, кроме одного, чтобы ценилась только отдача обществу, и самой большой наградой считалось то, когда на человека указывают и говорят, ты альтруист, ты любишь людей. Вот я залез в словарь. Альтруизм, сейчас я это дело прочту, чтобы точно быть, значит, что такое альтруизм? Это активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других, соотносится с понятием самоотверженности, с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека, других людей, или в целом ради общего блага. И вот с моей точки зрения, когда общество строится на принципах противоположных естественному поведению и желанию людей, такие общества приходят в упадок и почти всегда превращаются в диктатуры. Значит, попытка уговорить людей, что вот другой, так же близок к тебе, как и твои близкие, привела, скажем, к коммунизму. Значит, как вы думаете, в реальности можно ли построить альтруистическое общество? Вот, чтобы каждый заботился о незнакомых людях, как о самом себе? Нет, невозможно. Окей, тогда зачем к этому стремиться? О, не стремиться к этому надо, надо овладеть методикой построения такого общества с помощью особой силы, которая существует в природе, и с помощью этой силы построить человеческое общество, как один единый организм. Ведь вы смотрите, в нашем теле работает огромное количество клеток, систем, органов и так далее. Но все они работают, ну, если тело не больное, а нормально здоровое, функционирующее, то это серьезная система, которая построена именно на взаимодействии противоположностей. Все построено таким образом, кроме человека. Вся природа подчиняется глобализации этой глобальности, интегральности, взаимности и так далее. Мы это, может быть, не видим своими глазами, но, в общем, человек должен достичь такого состояния, когда он к этому придет сам и построит себя именно таким образом сам. А этому можно не только научиться, и не надо особенно учиться, нас приведет к этому само наше развитие. Потому что сегодняшнее, мы вступили в такую систему, в такой период, когда мы обязаны будем соединяться друг с другом, иначе нам просто будет не выжить. Поэтому раскрывается кабыла в наше время. Доктор Лайтман, вот смотрите, 6 тысяч лет записаны истории человечества, показывают, что люди так не действуют. Может быть, то, что вы говорили, что мы становимся все более и более взрослые, ходим к новой этап. Что-то незаметно это. Я не понимаю, мы не умнее, чем люди во время Римской империи, не умнее, чем люди во время Вавилонского царства. Ну, не умнее. Это, во-первых. Единственное, что, ну, там стиральные машины у нас появились и автомобили, чтобы быстро ездить. А так, принятие решений, решения конфликтов, оно на том же самом уровне, на котором это было, я не знаю, на уровне человека, который там бегал с дубинкой и трахал кого-то по голове, у кого он хотел что-то отнять или что-то ему не нравилось. И вот, значит, вы говорите нам, что что-то такое с нами будет происходить, что из-за чего человек, сознание человека будет меняться. Ну, только если вот пришел, что называется, Господь Бог сотворил какое-то там, ну, там, у него это не чудо, у него это норма, да, вот, и мы поменялись. Но если мы не поменялись, мы никогда в жизни, если так сказать, извиняюсь, двое детей упало за борт лодки или там корабля, один мой, один чужой, я даже если чужой ближе ко мне, сначала поплаву к своему, чтобы его спасти, а потом, если хватит время, то и возможность, тогда я спасу другого. Ну, как можно меня уговорить, заботиться о другом человеке так же, как я заботюсь о самом себе? По-моему, это вообще невозможно. И по-моему, я заканчиваю вопрос, по-моему, это утопия. А утопии страшны тем, что когда они не получаются, происходит обвал. Вы совершенно правы. Кроме одного. Человек – это очень чувствительный элемент. И страданиями его можно заставить делать все. План природы или план Творца, что это одно и то же, привести нас к абсолютному состоянию, когда мы, а под нами вообще вся природа, неживая, растительная и животная, представляем собою интегральную систему. Замкнутую интегральную систему. Ой, объясняйте, потому что вот у меня была проблема. Я всегда не мог отличить интеграл от косинуса. Нет, это не имеет отношения к другому. Дело в том, что замкнутая система – это в которой все, как в нашем теле, допустим, все органы находятся в правильном полном взаимодействии. Вот в такой системе мы будем жить, существовать. К этому идет развитие природы. Мы находимся в состоянии, когда входим сейчас вот в этот кризис. Мы обнаруживаем, что мы по неволе объединяемся, соединяемся, делаем между собой всевозможные контракты, бизнесы и прочее. Мы стремимся объединиться, мы стремимся, только делаем это на уровне эгоистическом. Но постепенно, постепенно раскрывается полная зависимость людей, государств друг от друга. Она раскроется, это еще не сегодняшний день, не может быть, не завтрашний. И тогда нас по неволе страдания приведут к тому, что мы должны будем научиться правильно взаимодействовать, как в интегральной системе. Окей, хорошо. Мы не скажем с вами сейчас поставили задачи, мы после перерыва, на который мы сейчас уходим, очень короткий перерыв, чтобы послушать слова наших спонсоров, которые помогают кстати нам эту передачу создавать, поэтому послушайте их внимательно, пользуйтесь их продуктами, их сервисами, а сразу же после передачи мы будем искать выходы, вернее, как сделать так, чтобы жизнь стала лучше, чтобы люди перестали быть такими, ну скажем, эгоистами, а становились бы более альтруистами, чем мы сейчас. Так что уходим на перерыв. Добрый день еще раз вы слушаете программу политика у микрофона Леон Вайнстайна, у меня сегодня замечательный гость Михаил Лайтман, доктор Лайтман, руководитель центра Кабалы в Израиле, мы с ним уже полчаса разговаривали, те, кто не слышал эти полчаса, пожалуйста, подключайтесь, потом в записи на, значит, вы в записи на видео на самом деле, вы можете увидеть сначала всю нашу программу на Ютьюбе, на страничке радио, радионародная волна, так что, пожалуйста, значит, если пропустили, а если не пропустили, все равно залезайте, послушайте еще раз, потому что то, что говорит доктор Лайтман, имеет смысл слушать второй раз тоже. Доктор Лайтман, вот на третьем всемирном духовном форуме в Аросе в Швейцарии вы сказали, «Общий мировой кризис человечества очевиден». Депрессия, наркотики, распад семьи, террор, опасность применения ядерного оружия, Это было уже давно, вы знаете, да? Да, да, да. Какой это был год, это был где-нибудь 2000 какой-то. Пятый, наверное, какой-нибудь. Пятый или шестой, да, пятый шестой, да. Вот. А, значит, в «Зеленой книге», по-моему, вы ее цитировали, вы говорили, что европейцы страдают от депрессии, 58 тысяч самоубийств в год, 30% граждан Евросоюза страдают расстройством психики, тому подобное. И еще вы сказали, что ни одно существо в природе, кроме человека, не относится к окружающим с намерением нанести вред. Там, использовать, эксплуатировать, там, львы и тигры не нападают. А дети, если им кушать не хочется, проходят мимо, не обращают внимания. Если хотелось кушать, нападают. Вот. Кроме того, ни одно животное не испытывает удовольствия, насколько мы знаем, от подавления окружающих, не наслаждаются от горя окружающих. Только человек может наслаждаться горем другого человека. Слава богу, их не так много, но тем не менее, может. Вот. Как можно, доктор Лайтман, такое существо уговорить, что, ребята, надо жить дружно? Вот. Как это возможно? Я просто не понимаю. Нет, не уговоришь. Да, каббала – это наука, и она ни в коем случае не... Тут не витают в облаках каббалисты, они очень серьезные люди, как правило, пожилые, прошедшие уже хорошую школу жизни. Так что, они совершенно реально относятся ко всему. А вы ничего не сделаете, потому что, если природа, она все время сжимает, все больше и больше сжимает нас, то она в итоге задавит нас с необходимостью быть в правильной коммуникации друг с другом. И правильную коммуникацию мы не можем сами сделать, мы не можем настроиться. Наш короткий эгоизм, такой временный и мелкий, он не позволит нам создать систему правильную. Для этого существует каббала, она рассказывает, как это сделать. Это наука о правильном взаимоотношении между человечеством маленьким и большим объемом, большой сферой природы, чтобы между ними существовало согласие. Ну вот смотрите, ну там, что за типа альтруисты всего мира, объединяйтесь и... нет, 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 это ни в коем случае нет, никаких альтруистов в мире нет. Никаких альтруистов в мире нет. Все эти, гоняющиеся за зелеными там насаждениями или против газов всяких, это все не имеет отношения совершенно к тому, что говорит Квала. Они все равно, они ничего не делают, это просто, ну, занимаются такими играми. Окей. Окей. Значит, еще одно ваше, даже не выступление, а теперь вы написали уже это, совершенно замечательную с моей точки зрения статью о Трампе, которая, честно говоря, вот она, так сказать, вдруг, кто-то мне ее прислал, смотри, мол, так сказать, там, каббалистический еврей что написал из Израиля, где вы пишете, что Трамп это системный сбой. Мне это жутко понравилось. Вот, если, так сказать, помните, если знаете, о чем я говорю, то объясните, что вы имели, потому что, если не помните, я напомню. Дело в том, что я считаю, что Трамп это очень полезный элемент сегодня в нашем обществе и в нашем мире, потому что мир... А я, кстати, тоже так считаю, да. Мир потерял ориентацию, а Трамп его настраивает на какое-то расхождение. Дело в том, что сказано очень просто. Собрание эгоистов вредит им и вредит всему миру. Вот продолжать вот эти вот международные всевозможные экономические торговые союзы, они приводят только лишь к разрушению. и то, что он хочет разрулить это все наоборот, в этом он прав. Он хочет наоборот то, что в Америке от того, что передали наружу все, все, всю промышленность, а внутри остались безработные, он хочет сделать наоборот, вернуть Америке, допустим, промышленность, а безработные пускай будет в остальных странах. Они немножко уже пожили за счет Америки. Ну да, правильно, его избрали не президентом мира, а президентом Соединенных Штатов, поэтому он, собственно, и должен заботиться о Соединенных Штатах, при этом, что называется, не навреди ближнему, он не вредит, он просто делает хорошее своим, ничего худого, он для других никого не хочет. Тут я с вами совершенно согласен. Вы знаете, вот с моей точки зрения, и я, как я уже сказал, я был, так сказать, был членом партии либертарианцев, которая находится, наверное, политический, экономический, политэкономический посредине между нас есть демократы, если знаете, есть республиканцы, демократы говорят, что, значит, давай дадим свободу в личной жизни, но зато ограничим вашу свободу использования, скажем, денег, имущества, которое вы заработали честным трудом. А республиканцы говорят, так сказать, вы должны иметь право использовать то, что честным трудом заработали, это ваше, но зато мы будем вас ограничивать в личной жизни, условно говоря, проблемы с абортами, проблемы с геями. Есть куча-куча людей, которые республиканцы не хотят, чтобы происходило в обществе. Я сейчас не говорю одни права, другие права и очиститься. Вот либертарианцы, они находятся где-то посредине в том смысле, что они говорят, а давайте дадим человеку свободу как личной жизни, так и как он зарабатывает деньги и как он с ними обращается потом, и тогда мы будем более свободны, чем раньше, или тем предъявленности той и другой партии. Тем не менее, когда я услышал выступление Трампа, который далек от либертарианизма, ну как Луна, я не знаю, от Сатурна приблизительно, у которого вообще нет никакой идеологической платформы, по большому счету. А я всегда считал, что без идеологической платформы нельзя вести государство, потому что тебе нужно знать куда его вести, тебе нужно знать конечную цель. И вдруг я понял, надо, можно оказывается, знать другую конечную цель. И эта конечная цель следующая. Я руку вожу вами, как коммерческим предприятием, условно говоря. И моя задача, чтобы вы получали прибыль, и чтобы вы хорошо жили, чтобы у вас хватало денег на то, чтобы лечиться, учиться и того. И вдруг, когда я сам себе сказал, да, там потом, ладно, будем стремиться к чему-то еще, но на данном этапе, когда лодка практически уже с дыркой и скорость, она уже набирает воду и скоро пойдет ко дну, нам необходимо вырулить. И вот у меня ощущение, что Трамп именно это и делает. А вот мне интересно, с вашей точки зрения, из Израиля, что Трамп делает правильно? И с точки зрения и кабалы, и просто, что называется, умного еврея и члена Совета, Семьерного Совета Мудрецов. Ну, я вам скажу, я, конечно, не исследую все его действия и не знаю вообще их, и тем более я не нахожусь в этой команде, которая рядом с ним и так далее, но то, что он относится сугубо по-деловому к своему, к своей должности, то, что он четко видит все, как видит это менеджер, это, конечно, похвально, и это правильно. У него нет никаких идеологических багажей из прошлого, он никому ничего особенно не обязан, поэтому он является самым надежным президентом в данный момент, это то, что надо Америке. Такое странное животное, в смысле, так сказать, вот в джунглях в этих, да, когда все собираются в стаи, все думают о будущем, приходит вдруг человек, который давал, наоборот, им деньги, когда они к приему приходили и говорили, да, он давал левым, давал правым, давал тем, потому что его интересовало, чтобы они потом помогали ему делать его бизнес и растить его капиталы и не мешались ему. Вот точно, да. Человек, который никому не обязан, и это ужасно для вот тех людей, которые привыкли жить на том, что кто-то кому-то обязан, кто-то сына устроил на работу, что-то еще. Вот в этом смысле Трамп совершенно гениальное и действительно уникальное явление, и, наверное, как вы написали, сбой в системе. Система дала сбой, он не должен был с точки зрения системы стать президентом, поэтому на него такую бочку катят как демократы, так и огромное количество республиканцев. Он чужой. Им легче было бы иметь дело с Хилви Клинтон в противоположной партии, чем с человеком, который от их партии пришел к власти. Да. Я об этом писал еще задолго до того, как его избрали. Ах, да? Да, да. Потому что его именно отношение к руководству страной, оно сразу виделось как абсолютно практичное, без всяких и кивоков там в разные партийные стороны. Я за день до выборов ушел из либеритарианской партии, потому что, ну, как бы, так сказать, являясь членом ЦК этой партии, они очень имели право морально голосовать за представителя другой партии, извинился перед ребятами и сказал, так сказать, наша с вами дорога правильная, но по ней идти еще приблизительно полторы тысячи лет, а тут человек уже делает что-то, что совершенно необходимо, поэтому я, так сказать, ухожу. И проголосовал за него. Ладно, перешли к следующему этапу нашего разговора, и мы, как бы, уже, так сказать, я думаю, что это у нас последний такой кусок в разговоре. А что будет происходить в обществе? К чему мы идем? Идет развал семьи, например, да? Вот просто семья разваливается на глазах. И с моей точки зрения происходит это потому, что условия существования, скажем, ну, в той же Америке, я не знаю, в других странах, да, построены так, что человеку выгодно, скажем, женщине рожать детей одной. Или людям выгодно не жениться. Или сделано все таким образом, чтобы, так сказать, мужик не должен был тянуть на себе, там, скажем, семью, когда жена рожает, он, может, там, родила, там, взял, ушел, там, побежал дальше. И ничего не происходит с ним, по большому счету. Ну, то есть, все так построено, чтобы людям было удобно жить без семьи. Вот, что вы думаете будет происходить на этом фронте? Вы понимаете, все человечество развивается, и вообще вся природа развивается от маленького зернышка эгоизма. Этот эгоизм растет и образует вокруг себя минералы, неживую природу. Он затем дальше растет, образует растительную природу. Следующий этап его развития – животная природа. И следующий этап его наивысший – это человек. Человек отличается от животного запросами. Не пища, семья, секс, а стремление к знаниям, к пониманию, к осознанию и так далее. Эгоизм растет постепенно, и причем очень быстро, экспоненциально и в наше время в человеческом обществе. Так что нет ничего удивительного в том, что происходит. Развал семьи, да мне нужна, не нужна мне семья. Даже дети, я не чувствую к ним особой привязанности. И дети к родителям особенно не привязаны. И вообще человек не привязан ни к своей родине, ни к своему народу, ни к чему. Сегодня все это, а будет еще больше. Потому что растет эгоизм личный, внутренний, в каждом из нас. И поэтому все это, то, что вы говорите, и все вообще проблемы человечества, это порождение нашего растущего эгоизма, который требует привести его в систему правильного взаимодействия. Иначе мы разрушаемся вообще. То есть, в принципе, поэтому и раскрывается каббала, еще раз повторяю, для того, чтобы показать нам, каким образом мы можем быть правильно взаимосвязаны. Ну хорошо, где ее найти, где ее учить? Вот мы живем в США, люди, которые нас слушают русскоговорящие, но многие из них, естественно, и по-английски читают и говорят, но некоторые нет. Вот где нам идти и учиться каббале? Наша международная академия каббалы преподает бесплатно на 29 языках. Вау! Да. Если мы... А перевод уроков существует на 40 с чем-то языках. Мы находимся более чем в 200 странах мира. Мы проводим конгрессы. Кстати говоря, ближайший конгресс в мае месяце в Нью-Джерси. И каждый может туда прийти, зайти на наш сайт, увидеть... А вот как называется ваш сайт, если для русскоговорящих... Как называется наш сайт? Каббала.инфо? Нет. Каб-Си-О-А-И-Л. Каб-Си-О-А-И-Л. Нет, это израильский сайт. А, русский Каббала.инфо. 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 Понятно. Каббала.инфо. Да. Все понятно. И это по-русски, и по-английски тоже можно будет там выяснить. Понятно. Нет, конечно... И что там... И что там есть на этом сайте? Уроки, то есть можно сесть... Уроки, лекции, книги, фильмы, клипы, все что угодно. Твиттеры, все что вы хотите, и все это на всех языках. Потрясающе. Да. Очень хорошо. Теперь конгресс, который мы проводим в Америке, на нем вся Америка, все цвета и все лица. где-то сотни-сотни человек, там 700-800 человек со всей Америки съезжаются в Нью-Джерси три дня в хорошем отеле, с хорошей кухней, и там вы можете получить всю информацию и почувствовать, что же значит, о чем говорит Каббала. Понятно. И это все можно тоже на вашем сайте найти. Кроме того, я сейчас сделаю так, чтобы вам послали все это. Окей. Хорошо. Мы обязательно поставим это тоже на свое видео. Скажите, вот еще вы касались темы, что безработицы из-за, я так понимаю, компьютеров, роботов и тому подобное возникает все больше и больше безработицы. Да. Правда? Но это естественно ведь. Так оно и будет в итоге. Я не знаю, потому что, когда в лице пришли первые паровые, если я правильно помню, ткацкие станки, меня этому учили в седьмом классе очень средней ленинградской школы. Да, известно. Так вот, когда они пришли, то люди стали разбивать работники эти станки, боясь, что из-за них у них будет безработица. Да. Иснилось, что с того момента, с 1700 какого-то года, 800, не помню сейчас точно, жизнь людей значительно улучшилась, как в Англии, так и по всему остальному миру, а безработица в Америке сегодня меньше 4%. Да. Так что, почему из-за роботов или там чего-то будет увеличиваться безработица, я не знаю, но может будет, может будет. Нет, с одной стороны, это будет, конечно, механизация и роботизация, это с одной стороны, но с другой стороны, растущий эгоизм требует меньше всевозможных игрушек, а мы сегодня производим, наверное, где-то процентов 60 или 70 ненужных вещей. Вот они все... Да, конечно, они ненужные, но так хочется именно ненужного. Нет, это все пройдет. Это все пройдет, и вы увидите сами, что просто незачем будет это все производить. Нет покупателей. Вот это все приводит нас к следующему состоянию, о котором говорит Каббала. Каббала говорит, необходимы люди, и пускай будет больше людей, тогда нам будет легче сделать исправление всего человечества с эгоизма на альтруизм, но дело в том, что надо сделать обязательным новую специальность и воспитание человека. Хо! Хо! Тут вы сейчас на мой конек просто влезли. Это то, о чем я последний... У меня в Израиле был театр. Я организовал его в 78-м году, и по 84-й он назывался «Воспитательный театр Адропа». Я поставил своих шесть пьес, мы сыграли их где-то порядка 7-8 тысяч раз за это время, то есть мы делали три спектакля в день, каждый божий день, в течение шести лет существования нашего театра, и мы с помощью игр, с помощью спектаклей, искусства и прочее обучали людей одному только хотеть учиться. Потому что вот это, с моей точки зрения, и есть самое главное, а кроме того, обучаясь другим всяким вещам, которым школа не учит. Да. Нет, я говорю не об учебе, я говорю о воспитании, не образовании, а воспитании. Это большая разница. Сделать... На самом деле, я имел в виду все то же самое, ну, да, окей. Так вот, это будет самая главная задача, и это будет самая главная специальность, и вот этим люди будут заниматься. То есть, человек будет весь день занят в системе, которая будет его воспитывать. Вот этим будет заниматься подавляющее большинство людей. А остальные... Ну, дай Бог, что называется, вашими устами да мед пить, или из вашего рта, там, так сказать, кому-то в ухо, там, и тому подобное. Есть ли жизнь после смерти? Нет. После смерти нашего тела ничего нет. Надо завоевывать эту жизнь еще будучи в теле. Окей. Так и сказано в Кабале, свой высший мир постигнет еще при жизни. А, но еще при жизни, но потом что-то происходит все-таки? А если ты его раскроешь, то он остается с тобой. Тело уходит, а душа существует, если ты ее создал. Ага. То есть нам нужно создать душу. Это большое отличие от того, что написано во всяких других документах, как, так сказать, иудейских, так и в других религиях. Потому что нам-то говорится, что, скажем, христианство говорит, что душа есть как принцип. Она существует. Господь, Бог, нас наделил душой. А вот вы сейчас говорите, душу надо создавать. Все, что говорится во всех книгах, источниках, говорится именно о человеке, который эту душу раскрыл, эту душу создал в себе. А не о том, что она в нем изначально априори существует. Окей. А с вашей точки зрения начнется ли серия войн, перерастающая в Третью мировую, в апокалипсис с применением биохимического атомного оружия и тому подобное? Вполне возможно. А может ли наступить конец света? Конец света он обязательно наступит, но не в том смысле, что после него ничего не будет там на нашем земном шаре. Это еще не конец света. А человечество практически доведет себя, может довести себя до взаимного уничтожения, но останется маленькая горстка людей, которая все равно выполнит задачу человека в нашем мире. То есть достигнет объединения между собой. И выхода на следующий уровень. Бушмены в Австралии, например, останутся. В Амазонке пигмии. А скоро годовщина Холокоста возможно ли избежать следующего? Прошу прощения. Через два дня. Да, я говорю, скоро через два дня годовщины Холокоста можно ли избежать следующего и может ли Кабала в этом помочь? В предисловии к книге Зоора вы слышали, конечно, о книге Зоор. Я ее читал как раз в тот день, когда я ее купил в этом самом месте, где вы купили. А, так вот, в книге Зоор, в предисловии книги Зоор сказано, что это все зависит только от евреев и невыполнение нами нашей функции в мире привести весь мир к интегральному объединению между собой, к возлюби ближнего, как себя. И к этому мы должны привести мир. Значит, если мы мир к этому не ведем, то тогда мы вызываем подсознательно во всех народах мира ненависть к нам. Потому что они подсознательно чувствуют, что мы вредящая часть мира. Мы вредим всем. Опять евреи виноваты. Не опять, только в этом и виноваты. И поэтому сказано в том же предисловии книги Зоор где-то 66-го по 75-й пункт, что если мы все-таки не возьмемся за нашу миссию, то в итоге мы дотянем мир до Третьей мировой войны и останется очень маленькое количество людей, которые создадут такое объединение между собой, в котором воплотиться программа творения. Ну хорошо, а тогда под конец уже совсем у нас осталось буквально одна или две минуты, а что значит, что вот расскажите, что такое программа творения, потому что вы несколько раз это упоминали, а я вдруг понял, что мы так и вас не спросили этого. Программа творения это программа развития, которую мы должны взять на себя и привести себя в интегральное состояние, когда неживая растительная и животная природа объединяются под человеком и человечество все вместе в одной общей интегральной связи. Мир становится круглым. Ну, я, что называется, еще раз из ваших уст и чтобы мы все объединились, я буду лично, наверное, очень рад, потому что читал я книгу Зоор, я не могу сказать, что я много там понял, дальше я не пошел, я прочел несколько книг и, так сказать, очень уважаю вас, что вы пошли дальше и начали этим заниматься и я смотрю, что достигли огромных успехов, что если, что называется, по всему миру в двухстах странах на двадцати семи или больше языках и тому подобное, то это уже огромное дело, которое вы делаете. Зайдите к нам на сайт kabbala.info, там все, все есть. Обязательно так и сделаю. Значит, я вас приглашаю к нам на конгресс в Нью-Дерси 3-5 мая. С удовольствием пришлите, пожалуйста, скажите вашим людям, чтобы прислали нам информацию, мы ее разместим и скажем об этом еще. А сейчас я попрощаюсь с доктором Лайтманом, после чего мы уйдем на перерыв и уже, так сказать, после перерыва в течение получаса я буду принимать с удовольствием ваши звонки. Доктор Лайтман уже не сможет с нами быть. Телефон студии, конечно, вы знаете, 847-400-5200. Еще раз, 847-400-5200. Доктор Лайтман, огромное спасибо, было очень интересно и я очень надеюсь, что было и вам интересно тоже, особенно, как я понимаю, какие-то слова передать нашей аудитории, потому что я понимаю, что вы, у вас миссия, и я понимаю, что этой миссией вы занимаетесь, и мы, я надеюсь, немножко смогли помочь этой миссии донести эти слова до каких-то еще дополнительных людей, до которых раньше они не доносились. Спасибо огромное, Ган, так сказать, Брухим, Абаим и все остальное тоже. И удачи вам в вашей миссии, которая на самом деле нам нужнее, наверное, чем вам, потому что вы уже свою душу создали, теперь нам пора создавать свою. До свидания. Я вам очень благодарен. Всего вам хорошего и всем вашим радиослушателям. До свидания. Мы уходим на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok